Здравствуй, Россия! Недаром говорят, счастье и беда идут зачастую рука об руку. Я хорошо помню, хотя с тех пор прошло 3,5 десятка лет, и я был совсем маленьким, какой была трагедия, когда разбился Пахтакор. И с тех пор 3,5 десятка лет, по большому счёту, вот такого масштабного. Кошмара не происходило в нашей истории, и большая беда, что он произошёл сегодня, но есть такие профессии, когда люди должны работать в любом случае, что бы ни случилось. И к этим профессиям относятся так, как те люди, которые сейчас будут для вас обслуживать эту встречу. И меня зовут Александр Откачёв, рядом со мной заслуженный тренер России Сергей Гимаев. Здравствуйте, уважаемые телезрители! Это относится и к тем ребятам, которые сейчас вышли на лёд. Я думаю, что они тоже в курсе того, что произошло, но есть такие профессии, когда ты должен работать, что бы ни случилось. Так что у нас с вами впереди матч открытия сезона, матч за кубок открытия. И, поймите правильно, особого веселья не будет сегодня в этом матче, но мы будем стараться отработать достойно. Итак, первая игра нового сезона, четвёртый сезон континентальной хоккейной лиги. Действующий обладатель кубка против финалиста. Судейская бригада сегодняшнего матча. Роман Шиханов из Тольятти и Сергей Шелянин из Москвы. Линейные арбитры. Ну а главные арбитры Эдуард Одинши из Риги и москвич Анатолий Захаров. Ваши комментаторы Александр Ткачёв и Сергей Гемаев. И давайте теперь к составу обратимся. Давайте начнём с хозяев. В воротах, может быть, для кого-то это окажется несколько неожиданным, но в воротах Виталий Колесник, а не Эрик Эрсберг. Как говорили перед матчем, это решение такое совместное тренерского штаба, тренера-братарей, основанное на том, в какой форме именно сейчас, перед началом сезона, прям буквально находятся и Колесник, и Эрсберг. Первая пятёрка нападения у эфимской команды. Можно, наверное, сказать, что первая тройка здесь должна стать таким же суперзвеном, каким она была вместе с Торосоном. Посмотрим. Наверное, это вполне возможно. Сергей Зиновьев в центре первого звена, 42-й номер. Вместе с ним его крайние нападающие 27-й и 47-й Игорь Григоренко и Александр Раду. Первая пара защиты у хозяев 23-й и 45-й, Мирослав Блатик и Андрей Кутейкин. Вторая пятёрка у хозяев здесь в центре Юрий Трубачёв. У него 11-й номер на свитере. И по краям Виктор Козлов, 25-й и Максим Сушинский, 33-й. Пара защитников 34-й и 17-й. Это Виталий Прошкин и Виталий Атюшов. Много обещающая, на мой взгляд, пара. И третья пятёрка хозяев в центре 24-й номер Пётр Счастливый, человек, когда-то игравший в Атланте. 28-й и 10-й его края. Это Константин Кольцов и Роберт Нилсон. Пара защитников 75-й. Рикорд Стеглик и 59-й Сергей Гимаев-младший. Четвёртая пятёрка полный боекомплект. У хозяев, в отличие от Атланта, у которого одно место осталось свободным, в линии нападения здесь. Играющий центру четвёртого звена, но тем не менее очень важный для команды, безусловно, Александр Свитов, 15-й и вместе с ним Игорь Радулов, 19-й и 92-й Игорь Мирнов. Ну и пара молодых. Седьмой номер защитник Ефим Гуркин, 98-й номер, молодой нападающий Владислав Картаев. Главный тренер команды Сергей Михалёв, человек, который несколько лет назад привёл Салават Юлаев к первому золотому триумфу в истории уфимского клуба. И теперь давайте сразу с составом гостей познакомимся. Первая пятёрка мытищинского Атланта, главный тренер которого с нового сезона тоже изменился, Бен Токи Густавсон, один из самых титулованных тренеров в истории, человек, который обладает почти что уникальным, совсем уникальным не скажешь, но и с действующих тренеров уникальным достижением выиграть в один год в качестве тренера и Олимпийской игры и Чемпионат мира. Итак, первая пятёрка его подопечных, Матищинский Атлант, 19-й номер в центре Патрик Закрессон и его края 27-й номер, самое громкое приобретение, новый капитан команды Алексей Ковалёв и 71-й Юнас Андрессон, пара защитников 8-й и 28-й, Рафаэль Батыршин и Яны Низкова. Вторая пятёрка у подмосковных хоккеистов в центре 36-й, Дмитрий Упер и вместе с ним его края 29-й, Илья Каблуков, 93-й, ещё один громкий возвращенец Николай Жернев. Третий и пятый номера пара защитников, третий Андрей Зубарев, пятый Даниэль Фернхольм, в третьей пятёрке в центре Александр Рыбаков, десятый номер у него на свитере, 34-й и 92-й, это, соответственно, Константин Руденко и Бранко Родиоевик, 4-й и 9-й защитники Денис Баев и Иван Вишневский, ну и, наконец, четвёртая пятёрка, в которой 4 человека, 23-й номер Алексей Глухов в центре, 16-й и 11-й Двард Ливандовский и седьмой защитник Роман Рукавичников, 57-й номер. В воротах лучший голкипер Кубка Гагарина и вообще прошлого сезона Константин Барулин в запасе, один из новичков клуба Дмитрий Кочнев, главный тренер, повторюсь, Бен Коке Густерсен. Ну, мощно начали обе команды, и сейчас вот мы видим, что, ну, обе команды в достаточно внимательном обороне действуют, ну, и провала практически нет. Мы уже не раз говорили, что и Салават Юлаев, и Атлант поменяют стиль своей игры. Вот уже Николай Башевский, предматчивая своём интервью, сказал, что Густерсен требует, чтобы все пятеро играли в атаке, в обороне. В принципе, в нашем хоккее так мало кто играет обычно, всё-таки защитники в большинстве своём малоактивные. А Салават Юлаев, конечно, больше внимания, чем в предыдущие два сезона, будет уделять обороне, потому что Михалёв как бы во главу угла ставит внимательные действия в защите и уже во вторую в атаке. Поэтому я думаю, что стиль у этих команд будет разный. Отличная передача, Сергей Зиновьев. Сергей Зиновьев увидел подключившегося Виталия Прошкина. Я сказал несколько минут назад, вот сейчас, когда говорил про составы, мне кажется, что вот сейчас уместна ваша точка зрения. Вот эта вот первая тройка без Торосона, но в таком составе, мне кажется, она может стать не менее грозной, чем была в прошлом году первая тройка Салават. Не знаю, Торосона очень сложно заменить. Всё-таки он и мастеровитый, и мощный, и характерный. Ну, не зря же Быков говорил, что если бы он был россиянием, он, безусловно, бы его постарался привлечь. Ну, это понятно, но потерянного-то не вернёшь чаще всего. Здесь просто речь я к чему веду? К тому, что если Григоренко будет играть так, как он играл свои лучшие матчи в прошлом сезоне, а их было много, и мы знаем потенциалы и возможности потрясающие Сергея Зиновьева. Кто такой Александр Радулов по его игре в КХЛ после возвращения, вообще нет смысла говорить, все понимают. То есть потенциально, мне кажется, это может быть суперзвеном всё равно. Но ведь в прошлом году пробовали такое сочетание и с Зиновьева ставили с Торреса, но Радулом не получилось. Не знаю, насколько это возможно. В принципе, конечно, проблема центрального подачи для первого звена в прошлом году была. Всё-таки при всём том, насколько здорово играл Игорь Григоренко, это не цель. И эта проблема всё равно ощущалась по ходу всего сезона. Пять минут и десять секунд провели команды на льду. Очередной момент был сейчас у ворот Константина Барулина. Ну, а вы видите повтор прекрасной передачи Зиновьева на подключившегося к атаке и сделавшего этого неожиданно для своих опекунов Виталия Прошкина. С одной стороны, понятно, защитник подключился к атаке, с другой, если смотреть-то в общем нужно. Ну, тут надо отметить действия Барулина. Вот его плюс в отличие от очень многих вратарей. Он как бы в таких ситуациях играет на линии ворота и успевает всегда переместиться. Вот помним прошлогодний плей-офф просто Барулин был неподражаем. Вот сейчас он это подтвердил. Еще один потенциально опасный момент. Реальной угрозы было немного, тем не менее, наброс щитком играл галкипер Атланта и тут как тут пытался подкараулить возможность кольцов у него это не получилось. Пока что раз на вот такой серьезной работы у Виталия Колесника по сути-то и нет. Но вот Венер Сафин перед матчем сказал, что присутствует еще и момент мотивации. Я не думаю, что наверное, он так уж силен для Колесника. Все-таки не вчера он играл за Атланта и команда совсем другая. Хотя в каком-то роде наверное для Колесника это тоже фактор. Мне просто кажется не главный. Для него шанс сейчас начать сезон первым вратарем. Вот что важно. Потому что он так на протяжении последних сезонов постоянно в итоге оказывался на вторых ролях. А галкипер это прекрасный. Безусловно, все равно фактор то, что он играет против Атланта присутствует. И еще такой момент не так здорово вратари Слава Тюлая выглядели на претендент. Эта проблема была явно и я разговаривал с Михалевым и он в принципе тоже не так доволен был действиями галкиперов обоих причем. Моя работа это жизнь которую я выбрал еще в детстве. Эта работа требует терпения готовности к любым ситуациям претерпеть усталость боль выложиться и сделать все все для победы. Страховая группа САГАС присоединяйтесь. Ну кто так бьет? Это же Афиногенов он и с метра не пробьет. С метра легко. Большой спорт приходит в твою жизнь. Смотри хоккей на видеоканале КХЛ в своем мобильном Мегафон. Позади первая рекламная пауза нового сезона. Удаление в составе Атланты. И первое удаление. Первое удаление досталось по рукам Виталия Атюшова. И соответственно у хозяев появляется первая возможность реализовать большинство. Давайте посмотрим в каком составе есть ли какие-то изменения относительно первой тройки. Сейчас отдельно поговорим ударил Игорь Мусатов за удар соперной клюшкой. А чем Первая пятерка в полном составе. Отличие большое от Игорь предсезона в том, что вот такие топ-клубы которые мало используют молодых игроков они на отличный бросок Кутейкина и отправился. Собственно так Кутейкин связал в каком-то роде начинающийся сезон с предыдущим. Потому что мощнейшие броски Кутейкина в прошлом сезоне случались. А вот хорошо показывает Барулина видите он показывает защитнику зачем ты садишься ты меня закрыл. Вот ситуация. Можно привести харизматичных фамилий наших канадских американских чешских шведских вратарей которые все время говорили об одном и том же не надо мне мешать я разберусь. Вот эта ситуация которая сейчас произошла с Барулиной. Мне кажется все-таки Барули немножко потерял ворота все-таки шайба залетела в ближнюю. Но он совершенно точно не очень комфортно видел момент. броска это тоже. Все-таки при всех достоинствах Барулина он рановато садится и видите если бы он стоял в стойке он бы видел момент броска а он сел зубы рифов закрыл и все. И это такая дискуссионная тема давайте. Ну да ворота играли очень много. Не исчезло пока стабло время оштрафованного хоккеиста но пятером уже действуют гости потому что ударение это реализовано вот так вот пока что стопроцентная реализация большинства у Салавата всего-то 15 секунд потребовалось чтобы вывести на бросок Кутейкина безусловно большое подспорье хорошо вошли в зону Трубачев оставил шайбу Сушинскому получил обратный пас еще одно звено Трубачев знает и приглашал в общем-то на роль универсала вот выход 3 в 2 Виктор Козлов паузу затянул но в итоге до броска дело довел правда уже только до своего броска выходили-то действительно с возможностью что-то придумать Алексей Ковалев в одиночку пошел попытался переиграть Тетюшова не вышло ну и так еще жестко достаточно Виталий с ним обошелся вопрос конечно в какой физической форме сейчас находится Алексей для которого последние 19 сезонов которые он провел в НХЛ начинались в октябре я думаю что физической форме он очень хороший потому что это суперпрофессионал и он знает как готовится к сезону другой вопрос что игровой практики ему не хватает вот эта проблемка небольшая ведь мы знаем хорошо что в НХЛ там даже ограничено количество товарищеских игр не больше 7 и как бы они форму набирают по ходу чемпионата и там же и прецедонка ограничена по времени чтобы никто не имел особенного преимущества одну тренировку в день только можно проводить это все делается для того чтобы никто не форсировал а набирали форму по ходу сезона и вышли в идеальном состоянии плей-офф но количество матчей на предсезонке теперь и у нас ограничено да небольшая проблема была так СКА пришлось разбираться и Борису пришлось разбираться даже один матч отменили чтобы не превысить лимит ну Борис матч отменил СКА в итоге сыграл за что получил материальный штраф Закрисон Родиевоевич и Ковалев появляется у Атланта на первую игру в большинстве уже для гостей Виталий Атюшов который заработал сперва для своей команды две минуты игры в большинстве потому что на нем был фол вот теперь он в каком-то роде это компенсировал в собственном удалении еще раз повторюсь Андерсон Закрисон Ковалев Родиевоевич четвертый нападающий единственный защитник Яны Нискало человек с броском от синей линии так что здесь сейчас четыре нападающих и очень даже атакующий защитник правда закрепиться в зоне гостям не удается ну такой момент спорный в предыдущей встрече с Партаком как раз Родиевоевич вышел в турнире на Кубок Мэра вышел на позиции левого защитника и там выбраться решайбой зоны и получилось что там чистый провал в обороне все равно защитник играет более ответственно в обороне чем нападающий но я вспоминаю времена когда Алексей Ковалев правда не постоянный но эпизодический когда в Питтбурге была совершенно фантастическая пятерка реализации большинства Ковалев иногда тоже оказывался на синей линии правда не могу сказать что это был самый лучший вариант то есть если наших вот брать таких мега мастеров кто играл в НХЛ все равно наверное кроме Сергея Федорова вот так вот без особых потерь качества использовать его в роли защитника даже не в большинстве наверное все таки никого нет наверное единственной из таких звезд кто играл именно в обороне это Федоров но там был такой состав что даже мега звезде не было места там это было удивительно Федоров кстати очень недоволен был низкого это не бросок это передача в направлении закресса на только с лишним и точные силы и контур вейпад Рожкин открывался по центру но Зиновьев предпочел в данном случае подождать вполне может быть и логично потому что играть еще много в меньшинстве хозяевом поэтому лучше шайбу поконтролировать меняет свою пятерку Атлант меняет по возможности не торопясь и саловат передача на Зиновьева шайба ему не попадается видимо хоть неудачный рикошет от борта был и ее подхватил Каблуков вторая минута игры в неразных составах Жердев касание передачи на опера шайба там на крюк не легла и приходится снова от своих ворот снова от Барулина начинать атаку гостям Фернхольм сам вошел в зону мне показалось что даже не на грани за гранью офсайда но может быть такой микроскопический если бы полминуты остается на игру в большинстве пока что никаких проблем создать не то чтобы колеснику а собственно вообще оборудиться а вата не получается ну безусловно Атланту начало сезона будет начать сезона будет очень непросто мы уже отмечали 16 новых игроков ведь и в прошлом году они больше полкоманды поменяли на начало сезона и сейчас сыграности почти нет и потом все равно как бы не так много игроков вот именно созидателей в атаке у Атланта да появился Ковалев но мы еще не знаем насколько он в хорошей форме Жердев Родивоевич ну Родивоевич ну его же не просто так из Спартака отпустили видимо не совсем были довольны его игрой ну на самом деле это не это была главная причина Сергей Геннадьевич совершенно точно то есть как бы возможности Спартака не позволили сохранить Родивоевича когда на его место пришел Коса которого оценивает Спартак выше то есть я к тому что не то что пранков были недовольны и он плохо играл все-таки ну мы договорились не спорить с вами Александр но насколько я знаю перед началом плей-офф в руководстве Спартака не были довольны игрой именно плей-офф Родивоевич и когда вот такая ситуация возникла Родивоевич ну был тем игроком от которого освободились ну и зарплата наверное видимо была выше чем у остальных 8,5 минут еще играть до окончания первого периода не удалось в большинстве не то что бросить в створ ворот вообще ничего не удалось Атланту по сути так что пока что разница между командами это 15 секунд которые потребовались хозяевам на реализацию большинства и 2 минуты за которые ничего не удалось в большинстве гостям Григорен с обхода зона бросок Барулин реагирует локтем фактически переводит шайбу за пределы ворот и попытка быстрой атаки но она с одной стороны конечно быстрая с другой стороны Салават уже вернулся более того 2 человека он первый сейчас спокойно так организует и если бы на передачу Зиновьева Григоренко сумел откликнуться не факт что Барулин бы что-то смог сделать даже не ожидал мне кажется Григоренко этой резкой передачи опаснейший момент сейчас сейчас уже неудачная передача в исполнении Салавата приводит к тому что сейчас в меньшинстве останутся хоккеисты уфимской команды но собственную ошибку иногда приходится исправлять уже именно так 7.47 до окончания первого периода большинство второе подряд получает Атлан Вентоки Густавсон Би-Пи-Виско Би-Пи-Виско Чистый двигатель еще дольше Моторные масла Би-Пи-Виско Партнер чемпионата КХЛ Точность во взаимодействии с партнером Скорость принятия решения Это то что приносит победу в хоккее и бизнесе Газпромбанк Спонсор чемпионата КХЛ Мужчины не сдаются Али Капс Запасная обойма сексуальной активности Али Капс Тобой восхищаются Две минуты игры в большинстве Еще разок Для Атланта 1-0 в пользу хозяев За без малого 8 минут До окончания первого периода Сергей Зиновьев Получил две минуты Штрафного времени Посмотрим что на сей раз получится Выиграли в браслане Получилось закрепиться в чужой зоне Ковалев у левого борта Оставляет шайбу партнеру Сам поехал на пятачок Закресом в направлении Ковалева передача Гимаев ее перехватывает Шайба остается под контролем Атланта Закресом Радиоевич один на синей линии Вообще один Сейчас я на низкого подключился К атаке Но вот если низкого еще и уезжать будет То здесь конечно фактор риска В лице Радиоевича будет Только усиливаться Радиоевич не очень удачно Делает передачу В итоге Саловак выбрасывает шайбу И побежали меняться Барулин на Радиоевича Рядом был Ковалев Но получилось так Что помешали друг другу Два Атланта Очень спокойно действует свитов И в эту ситуацию Когда там большинство Игроков там в панике Выбрасывали шайбу Из зоны Передачи И спокойно вышли Вот мне не совсем понятно Ведь Ковалев лучше действует На позиции правого Нападающего Это его вообще точка Вот точка вбрасывание Откуда там Родная Родная Да Вот сейчас Весь отрезок Он провел На левом краю 50 секунд Еще до возвращения Зиновьева на лед 6,5 минут До конца первого периода Первый матч Четвертого сезона Вот сейчас Хорошая передача Прошла Ну и какую шайбу Могли И еще момент Могли Да Шанс конечно был Причем изначально Можно было бросать И самому Последовала передача После которой Стало вроде бы еще лучше Но Коблукову надо было Обязан забивать был Пустой угол Давайте посмотрим повтор И вот видите Насколько расстроен Николай Борщевский Действительно комбинация Великолепная Изначально Дмитрий Упер выкатывается Но Упера всегда с видением Все было хорошо Увидел он Коблукова Сделал удобную Тому передачу И Илья свой шанс Тут непонятно Почему-то Слабо сыграл Блатик Почему по его краю Свободно влетел в зону Там защитник Просто обязан быть Тем более Блатик Это один из лучших игроков Обороны Слават Юлаева Опытнейший игрок Национальной сборной Чехии 15 секунд Всего осталось Продержаться Слават Предыдущая попытка Войти в зону Не удалась Потому что Было бы офсай Но и сейчас Из средней зоны Снова Без движения Сложно что-то придумать Шайба достается хозяевам Они ее отбрасывают По сути все Уже секунды остаются До окончания Времени штрафа Зиновьева Вернулся он на лед И к этому моменту Появились на льду Как раз его партнеры Уже были на льду И Радулов и Григорен Так что Зиновьеву Не придется лед покидать Или играть с другими партнерами Первая тройка Слават Уже воссоединился на льду Я думаю Михалев Это все видел Что Зиновьев будет Выходить Со скамейки Штрафников И специально Передвинул состав Чтобы целиком Это звено появилось Все-таки оно Ударное В команде Еще раз смотрим Выстрел Кутейкина Поборолся за шайбу Руденко Поборолся за шайбу Родиович И уже На третьем Хоккеисте Появился шанс У Атланта Все-таки Выцарапать шайбу В чужой зоне Другое дело Что воспользоваться Им не удалось И тут же Контр-выпад Зиновьев Теперь уже Бросает сам В принципе Он сегодня Вот за этот Еще неполный Первый период Уже сделал Две потрясающих передачи Ну вот Как раз Про вторую Можно поспорить Потому что У него позиция Была абсолютно убойная Четыре метра до ворота Он стал делать передачи Вот сейчас Из неудобной ситуации Бросил А ту передачу На Григоренко Наверное Самому надо было Бросать И Григоренко Было бы первое На добивание Ему никто не помешал Но сама передача Была хорошая Все равно Если Григоренко Ее не достал Значит не самая лучшая С точки зрения Григоренко Сто процентов 5.16 до конца Первого периода И вот сейчас Все-таки Принято решение Какое-то И давайте послушаем Александра Медведева У нас сегодня Произошло Страшное горе При вылете Из Ярославля На матч Динамо Минск Разбился самолет С командой Тренерами Администраторами Команды Локомотив По данным Имеющимся На сейчас Из 37 человек Выжил Пока Один Человек Предлагаю Почтить Память Погибших Минутой Молчания Спасибо Решение О продолжении Матча Будет принято После консультации С командой После перерыва Который Начинается Сейчас Перерыв Вы слышали Слова руководителя Континентальной хоккейной лиги Александра Медведева Сейчас будет закончен Первый период И решение О продолжении Или Не возобновлении Матча Будет принято После консультации С командами Соответственно С Силоватом И с Атлантом И как только мы Узнаем Это решение Мы естественно Сразу же вам Сообщим Черный день Для нашего хоккея Спорта Да я думаю И вообще Я прошу сейчас Моих коллег Находящихся в Москве Или здесь На Уфа-арене Подсказывать нам Какие решения Будут по нашему эфиру Если Отвлечься Хотя это все равно Конечно невозможно Но С чисто хоккейной точки зрения Пять минут Которые остались В принципе Легко переносится На второй период Такое нередко бывает И в чисто технических Каких-то процедурных моментах Когда Если остается Пять минут Или меньше Переносит Оставшиеся на второй период Наверное Это Логичное решение Что не стали В самом начале Перед матчем Останавливать Может быть И с другой стороны Совершенно логично Что все-таки Игру остановили Потому что Я не знаю ответа И я сомневаюсь Что кто-то знает Однозначный ответ Что сейчас делать Играть Не играть Пока что Болельщики Выходят По трибуны И помещения Даже сложно Что-то сказать Просто Вот Честно Это в голове Не укладывается Только мы Летели В самолете На игру С Валерием Беловым С тренером Сборной Страны Обсуждали Игроков Ярославского Локомотива Теперь их нет Безусловно Наши соболезнования И слова поддержки Всем кто Неравнодушен Ярославскому Локомотиву Но в первую очередь Родственникам И близким Хоккеистов Тренеров Работников команды Которые были В этом самолете Так откровенно говоря Второй раз в жизни Мне приходится Комментировать В момент Когда происходят Какие-то Невероятно Трагические события И слова В этот момент Как вы догадываетесь Подбираются с трудом Мы ждем пока что Какой-либо информации Так откровенно говоря Я не думаю Что консультации с командами Займут Несколько секунд Я думаю Что это может быть И Сколько-то продолжительный Отрезок времени В любом случае Сейчас после этого решения Если игра возобновится Будет перерыв 15-минутный Но пока что Мы ждем Какой-либо информации В том числе Перерыв уже начался Заливка пошла Если Если будет Если будет Второй период Вот начнутся Этой минуты И сыграет 25 минут И 16 секунд Если будет Продолжен матч Сейчас действительно Все сядут Тем более Сегодня здесь На матче Открытие Руководители лиги Поговорят Между собой И Принимут решение Мы Сейчас Ненадолго Прервемся И Вернемся Через несколько минут Мы возвращаемся В Уфу Я Напомню Может быть Кто-то Только сейчас Включил Телевизор Страшная Трагедия Случилась Сегодня В день Когда Должен был Большой Хоккейный Праздник В день Открытия Четвертого Сезона Континентальной Хоккейной Лиги Несколько Десятков Минут Тому Назад Самолет В котором Летели Хоккеисты Тренеры И Обслуживающий Персонал Ярославского Локомотива Разбился В Аэропорту Команда Летела на Свой первый Матч чемпионата В Минск Который Она уже Этим составом Никогда Не проведет Ну и За 5 минут До окончания Первого Периода Руководством Лиги Было принято Решение Остановить Игру И сейчас В настоящий Момент Перерыв Продолжается Идут Консультации Я думаю Что и с Руководством Команды С капитанами Лидерами Потому что Эта ситуация Безусловно Она Непростая И с точки Зрения Людей Которым Надо сейчас Выйти На лед И играть В хоккей Точно так же Как и Для ваших Комментаторов Которые должны Сейчас что-то Говорить Пытаясь Удержаться В рамках Стандартной Лексики Пока К сожалению У нас Нет никакой Однозначной Информации О том Будет ли Возобновлена Игра Как только Она появится Мы Немедленно Вам это сообщим Я думаю Все равно Решение Будет Принято Даже На более Высоком Уровне Это все-таки Трагедия Трагедия Для всей Страны Ну На самом деле Вот сейчас Пока Была пауза Мы Втроем С Александром Кожевниковым И Сергеем Гимаевым Как раз Размышляем Где больше Логики Если можно Оперировать Этим словом Каком решении Продолжить Матч В день Такой Трагедии В той Ситуации Когда Так В общем Вы еще Учтите Что для тех Людей Которым Выходить На лед В этой Команде В Ярославле Играли Я думаю Практически У каждого Друзья Знакомые Товарищи По прошлым Командам В такой Ситуации Выходить На лед Ты играть В хоккей Все-таки Так вспоминаешь Что хоккей Это спорт Это игра И это все-таки Не самое главное Что существует В жизни Когда погибли Твои друзья Знакомые Да тоже Достаточно Просто того Что коллеги По цеху В этой ситуации Неимоверно Сложно Продолжить Такую игру Если будет принято Решение Игру не продолжать Оно будет логичным С другой стороны Если Представители Команд Хоккеисты Придут к решению Что они готовы Продолжать игру Несмотря ни на что Можно будет Наверное Сказать о том Что Это потребовало Большого мужества И Мы естественно Тогда будем с вами До окончания игры Мне сейчас Подсказывает Матвей Вознесенский Что информация О принятом решении Появится где-то Минут через пять Не раньше Поэтому я думаю Что может быть Нам стоит сейчас Уйти еще На короткий Блок рекламы И после этого После возвращения Мы уже сообщим вам Что же Будет дальше Спасибо за субтитры Спасибо за субтитры По всей видимости Решение уже принято Вы видите Руководство Континентальной Хоккейной лиги Появляется И руководитель Лиги Александр Иванович Медведев Сейчас Огласит решение Которое принято Решение Которое Вероятнее Все-таки Всего Будет Не доигрывать Этот матч В день Такой Страшной Трагедии Впрочем Дождемся Объявления Официального Каким бы оно ни было В общем Его надо будет Принять И исполнять Потому что Хоккей Спорт Игра Сейчас Не главное Главное Что погибли люди И Для тех Кто сегодня Выходил на лед Не чужие Уважаемые Болеющие После Обсуждения Этой ситуации С командами И учитывая В каком Состоянии Находятся Игроки Обоих Команд Обеих Команд В каждой Команде Есть Близкие Друзья В хоккейном Хозяйстве Многие Родственники Работают Которые Потеряли Своих Близких И в этой Ситуации Игроки Просили Принести Вам Извинения Что Они не видят В такой ситуации Возможности Доиграть Этот матч И я думаю Я хочу Вас заверить Что мы Сделаем Все возможное Чтобы Хоккей Высшего Уровня В Ярославле Продолжался И чтобы Клуб Локомотив По-прежнему Оставался Одним Из сильнейших Клубов Континентальной Хоккейной Лиги Спасибо За то Что вы Поддержали Решение Игроков Я еще раз Предлагаю Почтить Память Погибшей Минутой Молчания Берегите себя Берегите друзей Берегите всех Кто вокруг вас Итак Вы слышали Решение Руководства Континентальной Хоккейной Лиги Которое Было Принято Совместно С игроками Тренерами И персоналом Салавата Юлаева И Атланта Решение Как мне Представляется Абсолютно Справедливое Потому что Произошедшее Сегодня В Ярославле Это Черный день Не только для Ярославского Хоккея Нашего Хоккея Кахаэловского Хоккея Европейского Хоккея Я думаю Что это Беда Всего мирового Хоккея Это будет Один из черных Дней За всю историю Этого вида Спорта Который Насчитывает Полтора Столетия И Таких Трагедий Было По пальцам И день Который Действительно Должен был Стать праздничным Для Всего Кахаэловского Пространства Насчитывающего Нынче Уже Ни одну Страну Заканчивается Из-за Такой Трагедии Но я Повторюсь В такой День Результаты Игры Какими бы Важными Они не были Отходят На второй План Еще раз Повторю Для Тех Тех Кто Может быть Только что Включил Телевизор Большая Трагедия Сегодня Случилась В Ярославле Где Самолет На котором Находились Игроки Тренеры И Персонал Команды Погибли В результате Авиакатастрофы Согласно Сообщениям Пресс-службы Ярославского Локомотива Я Не буду называть Фамилию Потому что Если это сообщение Окажется неверным Я не хочу Чтобы близкие И родные Кто это услышит Потом Испытали бы Еще больше шок Но есть Согласно сообщениям Пресс-службы ХК Локомотив Как минимум Один Выживший Будем надеяться Что их на самом деле Больше Мы еще Не прощаемся С вами Сейчас Немного Помолчим От всей Нашей команды От всех Наших сотрудников Близким Родным Понятно Что это Горя Трудно Трудно Утешить И Это Когда гибнут Здоровые Молодые Ребята Приносили радость Многим Это действительно Это действительно Трагедия Это уже случилось Так что Вечная память Нашим хоккеистам Я думаю Что Они все В памяти останутся Как и прекрасные Хоккеисты Как и прекрасные люди Когда вы это узнаете? Когда медведь Убийлись? Я перед игрой узнал Перед игрой? Ну мы не знаем Когда Как вы это сами Выдержали Внутри Внутри Все Страшно Невероятно Это было Интервью Главного тренера Уфимского Славата Юлаева Сергея Михайлович Михалева Гаснет Свет На Арене Уфа Выключено Табло И Мне сейчас Подсказывают Что Подключился К нашей Трансляции Вернулся В нее Я так скажу Александр Кузмак Саша Тебе слово Может быть тебе Есть что сказать Ну Трудно что то сказать Вы знаете Честно сказать Вот я находясь Около арены В этот момент Общался И со своими коллегами Обстановка Совершенно шокирующая Очень многие наши Коллеги Просто и мужчины И женщины Там буквально слезы Обстановка Совершенно ужасающая Ну в общем Это все и понятно Само собой Противоречивые Сведения От моих коллег С разных И телеканалов И с разных Средств массовой информации Мне по смс Поступают Ты уже о чем-то сказал Относительно того Что приходит Противоречивая информация Даже в том числе От пресс-службы Хоккейного клуба Локомотив Что есть выжившие Но пока кто Что это за люди И Насколько эта информация Правдива Естественная Я с тобой полностью согласен Говорить об этом Не стоит Пока эта информация Не подтвердилась Честно сказать Зная Я знал о том И вот Сергей Михалев Суснов подтвердил Мои слова Что информация О том Страшной Вот этой трагедии Которая случилась Появилась еще До начала матча И Я просто понимаю Какое чувство хоккеистов Которые выходили на лед И продолжали игру В течение Сколько Скольких-то там минут Ужасающая совершенно Обстановка И Я видел и маленьких детей Выходящих с этой игры И В общем Ну тут наверное Сложно что-то сказать Единственное Что Можно только Насколько это возможно Посочувствовать В первую очередь Городу Ярославль И его фантастическим Болельщикам Которые на протяжении Всей Великой истории Ярославского локомотива Его преданно поддерживают И Просто пожелать Пожелать им просто Держаться В этой ситуации Насколько это возможно Держаться И верить в то Что Ярославский локомотив Поднимется с колена И поднимется И вновь будет гордо Нести Вот эту вот Свою марку Свой бренд И просто пожелать Что здесь еще Можно пожелать Собственно говоря Ну вот Так что Приблизительно Вот так Ну а что касается Сведений По поводу Случившегося То Так как я Фактически В режиме Такого теле Радиоперехвата Находился Потому как Пришлось выходить В эфир К нашим коллегам И на канал 224 И на программу Вести FM Радиостанции И По обрывкам Информации Которая находится В прямом эфире Уже говорится о том Что работает И правительственная комиссия И говорится о том Что К сожалению На месте Катастрофы Фактически найдены Только обгоревшие обломки Ну и вот Последняя информация Которая мне поступила От моих коллег Непосредственно Из редакции Нашего телеканала Россия 2 Что действительно Есть выжившие В этой трагедии И сообщает об этом Главный врач Хоккейного клуба Локомотив Но пока подтверждения Официально в этой информации нет Вот пожалуй Все Что я могу сказать Спасибо Саш Мне представляется На самом деле Просто Несмотря на то Что Есть действительно Противоречивая Разноречивая Информация Вот сейчас Какой-то конкретики Лучше Отойти Потому что Пока не появится Официального подтверждения Давать лишнюю надежду Но по информации Которая есть Два или три Выживших Во время этой Авиакатастрофы И один из них Хоккеист Честно говоря Сейчас это конечно 25 И 125 Вопрос Что Будет сейчас Чемпионатом Что Будет дальше В любом случае Совершенно очевидно Что будет сделано Все для того Чтобы сохранить Локомотив Мы как раз Вот с Сергеем Гемаевым Пока была пауза Вспоминали Как Три с половиной Десятка лет назад Во время Трагедии Ташкентского Пахтакора Было сделано Все Ты знаешь Саш Насколько я помню Вообще Вот я не помню На своей памяти Вот мы с тобой Интересуемся Хоккейной историей Давно и плотно Я не помню В истории хоккея Вообще мирового Подобного Масштаба трагедии Честно говоря ВВС Саш Да Но Упаси меня Господи Сравнивать Но это В общем Страшная Катастрофа Конечно Та катастрофа Была наверное Такой же Для того Времени Мне Подсказывают Что Наша Трансляция Подходит К концу Я Хочу В конце Повторить Слова Соболезнования Родным И Близким Тех Кто был В этом Самолете Мы Сейчас Еще Пытаемся Получить Чьи-то Комментарии Если Сейчас Это Случится Они Будут В эфире Но Я Еще Раз От Лица Не только Своего От Лица Моих Коллег По Репортажу От Лица Сергея Гимаева Александра Кожевникова Александра Кузмака Всех Тех Десятков Людей Которые Приехали Сюда Из Москвы Для того Чтобы Организовать Эту Трансляцию Всех Тех Кто Работает На местном Телевидении Я уверен Что От Имени Всех Хоккеистов Которые Выходили Сегодня На лед Да и От Всех Тех Кто Заполнил До Отказа Вуфа Арену Передать Наше Сочувствие Помочь Здесь Почти Ничем Невозможно Но Знаете Ярославцы Что Мы с вами И Все Чем Каждый Из нас Сможет Помочь Безусловно Будет Сделано Для того Чтобы Хоть Как-то Уменьшить Масштабы И Последствия Этой Страшной Трагедии